На прошлом нашем занятии про Кузари мы так вывели очень интересную, прочли очень интересную теорию Рабио-Далеви о происхождении еврейского народа. Он взял вот Адама Решона, вот эта главная идея, которую надо запомнить. И, пожалуй, безусловно есть критики, которые не согласны с этим подходом, в основном в левые, в Этилель. А вот вообще это еврейский подход. Что мы происходим от Адама Решона в сегодняшнем состоянии после его грехопадения, но все-таки потенциально мы имеем возможности осовершенствоваться и вернуться. А идея того, что мы происходим от Адама Решона, связана с тем, что мы являемся творением, непосредственным творением этой высшей силы. Не результатом какой-то эволюции, можно признать в какой-то степени эволюцию, скажем, как направленный отбор, неестественный по законам природы, но есть какая-то эволюция развития от низшего к высшему. А здесь явление своеобразное, что это не эволюционный процесс, а направленное творение. Поэтому, как бы, говорит Рабида Леви, говорит, что народ Исраиль называется Бней Адам, а остальные люди называются, вернее, извините, называются Бней Элуким Хаим, сыновья живого Ашема. А остальные люди называются Бней Адам, сыновья Адама. То есть они, как бы, наши сыновья все. Мы их любим, мы их уважаем, но нас... И вот, как бы, немного возвращаясь назад, вы помните, как Рабида Леви, ну я так это сделал, может быть, не взначай, вступил в эту тему, отвечая на вопрос, а как вот вы говорите, вот вы получили Таругу, вот тот, да, все... А как же вы это, если вы такие великие и хорошие, то вы совершили этот грех Золотого Тельца сразу, уже в ходе получения, даже не сразу после получения Тара, а в ходе получения Тара. И муж Рабин еще был на горе, а вы уже создали этого Золотого Тельца и служили ему. И что на это отвечает Рабида Леви, я говорю, можно всегда найти оправдание. Как правило, говорят, это не было им дало поклонство, просто они искали замену Муше, по их мнению пропал. Вот, и они понимали, что нужно по-прежнему какая-то кто-то, кто будет их вести, дальше в Исраиле все как положено. Скажем, просто замену, не более того. Ну, так вот у них получилось, что это оказался Золотой Телец. Но их намерение было найти просто замену. Правда, я думаю, самое правильное это было сказать Аарону. Вот Аарон, ты брат, и вот это когда-то продолжая вести, принимая его, как бы функции продолжая вести. Но они хотели еще что-то более высокое, санкционированное из высших сфер и получили. Потому что мы знаем, что на самом деле они просто перестарались и были слишком большими, как бы, как это, слишком пунктуальными, да, не дождались. Вот это нетерпение, это, конечно, большой порог. Не дождались, а Маша Рабейну, они подумали, что он больше не вернется. Ну, а если он больше не вернется, то надо, как это говорит, и Высоцкого, я вам говорил как-то, я жив, снимите черные повязки. Ну, вот, есть всегда такая часть людей, которые говорят, ну, все уже, да, нечего делать, конечно, жалко его, вроде спотом жалко, а потом давайте искать нового кого-то. Вот, нашли нового, не очень удачно. Но в любом случае, что я хочу подсказать, что Раби Иудалеви не дает такой легкий ответ, да. Потом он говорит об этом, что это не было Абудазара, это общее мнение, да, что они не хотели поклоняться какому-то другому Богу, они просто хотели того, кто поведет их дальше, вот и все. Раби Иудалеви вообще эту тему не обсуждает в этом вопросе принципиальном. Он говорит, ты знаешь, на кого ты тянешь, извините за выражение, да, это же народ, который был сотворен Ашемом, да, поэтому не так важно, какие у него там есть какие-то промежуточные прогрешности и отступления, не так важно. Главное, пойми, он говорит, он был сотворен Ашемом для определенной цели. И, а теперь мы посмотрим больше, да, на эту тему. Вот здесь у меня эта книга Маораля. Маораль это Рав Лейб, Лейб, сын Бецалеля. Вот так он сократил свое имя, получился Маораль. Я уже не знаю, что это ему, как бы, чем ему такое на своей не помогло. Испраги это XVI век. XVI век, начало XVII века он скончался. XVI век, по сути дела. На самом деле он из Праги, он из-за Познани. Познан, это Польша. Польша, да. Наш, можно сказать, на самом деле все эти, как бы, российские евреи, все они из Польши, на самом деле. Мы знаем, раздел Польши в 1795-1999 году, где польские евреи отошли к России. Ну, неважно, это не, как бы, не картофельный патриотизм, был бы даже из Германии. Потому что, если я посмотрел в Википедии, говорят, что он из Вормса. То есть, связан с Раши. Раши был из Вормса, поэтому считается, что Маораль из-за потомкового царя Давида, естественно, поскольку Карла Марла, он потом от Маораля, как Карл Маркс, то он тоже потомок царя Давида. Ну, видно, подход у него, как бы, всегда у Карла Маркса, тоже подход всеобщий. Это еврейский типичный подход. Он думает, а в целом процессе, в целом, хочет описать и понять процессы и представить себе, как это должно расниматься совершенно по линиям, как бы, Таруни, да? Избранный народ, спасение человечества. Только переписал-то по-другому, потому что не важно. Так вот, Маоран написал одну из книг, он написал к концу своей жизни, кажется, он жил лет за 80, в то время это было. Большой возраст, написал очень много книг. Одна из книг, это на Царь Исраиль, большая книга, которая занимается полемикой с христианами о том, могут ли они считать себя новым Израилем. И вот, значит, поэтому это, как бы, он показывает, сейчас я вам прочитаю немножко об этом, как бы, я дав вам основную концепцию. Он говорит, что, а вот, сразу скажем, как мы говорим, брешит, бара, элуким, как мы переводим, элуким, написал в септуангинте, да, написали, элуким, бара, брешит. Создал нечто начальное, да, помните это. Это основной подход юдаизма, да, то, что они привели одновременно все 70 старцев именно так, это говорит, что это общий подход. Первое, что создал Ашем, это было нечто, которое называется брешит. Начальное? Что-то начальное, какое-то начальное, что-то начальное. Вот сейчас это мораль, снова я говорю, это 16 век, он был современникам, а шелухонаруха, интересно, хотя он критиковал шелухонаруха, не принимал шелухонаруха. Он говорит, нашелся кто-то в Цфате, кто хочет нас, Рабина, внучить, как выносить галактические решения, что мы без него не знаем, как это делать. Да, он сам может. Но это как бы это было нужно. В любом случае, значит, он говорит следующее. Вот он говорит, проблема, которая занимается философию современного Аристотеля, как из-за единого может произойти множество. То есть, как бы идея, во всем случае, наше представление о творце, это то, что это нечто единое целое, не состоящее из множественных, да, то, что называется, ну, как пример атома, да, атом с одной стороны, ну, правда, мы знаем, атом делится, но возьмем какую-то элементарную частицу, она не делится, да, но на самом деле из него все построено, да, это примерное представление о творце. Он является базисом всего существующего и самым простейшим. И это простейшее на самом деле, оно способно создать это множество. Ну, вот как конкретно это произошло, значит, это он приводит при, как бы, подхода, подхода Аристотеля, он приводит здесь в книге, и потом приводит подход до Рамбама, как мы знаем, он был в какой-то степени... Последователи? Кто это у нас единое неделимое в России, единое неделимое? Ну, у белых был такой, по-моему, лозунг. Да, у белых. Да, у белых было, да. Единое неделимое. Единое неделимое, да, вот. Ну, из единого и неделимого как может образоваться множество? Так, в принципе, идея заключается в том, что есть какие-то посредники, что из этого великого и целого создалось какое-то промежуточное какое-то звено, из него следующее промежуточное звено, и по мере, как бы, снижения по уровню, они становились все более и более сложными. А общий подход до морали здесь надо вычитывать, надо знать, естественно, Аристотелеву философию и Моренову Химрамбама, но в целом его критика сводится к тому, что это противоречит, такой подход противоречит еврейской вере, потому что мы говорим, что Ашем является творцом Вселенной, и он постоянно руководит Вселенной, и нет никаких посредников. Понимаете? Поэтому, он говорит, если мы скажем, что были какие-то промежуточные звенья, которые по степени отдаления вот этого идеального творца усложнялись, и в конечном счете становится нечто сложное, получается, что это нечто сложное и является творцом того, что у нас есть, и оно заведует и руководит. Ашем это делает только опосредственно, они не в прямую. Это сопротиворечит представлению еврейской вере. Поэтому он предложил свой подход. В этом смысле эта книга, ее особенно первая глава, она является основополагающей. Он говорит, это понятие простое и неделимое называется пашут. Пашут. Снова, есть некая как бы идея заключается в том, что Ашем, он не является сложным. Как мы знаем, все сложное, оно противоречиво, потому что есть разные элементы, которые борются между собой. Ашем, пашут, он как бы единое ядро. Простой в том смысле, что он не простой, как лапоть, а простой в смысле, что он не делится. Единый. Больше, как мы говорим, Шамалукена Шамахат, единый не делимый, как ядро, которое не делится. Как простой в вашем, в этом смысле, как альтернатива к сложному и многостороннему. Вы знаете, как говорят про умного, хорошего человека, цельный человек. Правильно? Цельный человек. В этом смысле он простой, цельный. То есть он не мечется ни налево, ни направо, у него все как бы однозначно и так далее. Но тут трудно провести аналогию, во всем случае я не могу это провести аналогию. В любом случае он говорит, и поэтому теперь пойдем немножко по линии самой идеи творения. Вообще, как бы сама идея творения, она ведь не однозначна. Творец мог удовлетвориться тем, что он существует, есть какая-то высшая сила, зачем нужно было нечто создать. Это еще одна тема, которую мы как-то говорили, но не будем сейчас обсуждать. Скажем, есть задача сотворить нечто. Проблема заключается в том, что все это он. Все, что существует, это он. А сотворить это, создать нечто новое, которое не является им. С большой буквы. Это невозможно. Правильно? Поэтому вот это теория Ари-Акадош о концентрированном потоке света, который был направлен в как бы созданное искусственно какое-то самое место, где как будто бы Ашем сократил свое присутствие. Это идея Ари. Примерная мораль, поскольку он как бы жил после Ари-Акадош. Ари-Акадош, скажем, не совсем уж после, как бы, скажем, сто лет после него. Надо проверить на самом деле. Возможно, вы практически были современниками, потому что Рабь-Юсеф-Каро жил еще во времена Ари-Акадош, создателя Шелхана Руха. А Шелхана Руха – это современник, который проверил тогда. То есть не исключено, что как бы была передача восприятия этих идей не в прямом виде, потому что это все-таки, когда не было еще это, гуглили, не было интернета, поэтому. Но вот идеи передавались, такие большие идеи передавались. Так он говорит, что произошло. Значит, поэтому он говорит, Ашем мог создать нечто, что не является им, но тем не менее это он сам. Знаете, то, что он сотворил, он не может создать нечто, что вне его. И понятно это, да? Поэтому то, что он даже сотворил, да, чтобы говорите, чтобы нашли даты. Ари-Акадош, получается, мораль еще раньше 11, 12, но оно значит, они оба на 01520, умер 1609. А Ари-Зань разно era 1534 на 14 лет матч. Младший, у нас скачала раньше. Умер 1572. Ну да, ну да. Он прожил 33 года. Роковой возраст 33 года, известно. Если бы сольского это 33 года. еще другие не будем напоминаем да я вас там сейчас освободился и родился на белый свет в возрасте 33 то есть освободился в израиле в возрасте 30 лет тоже своего рода но это как бы это не буду этим кичится в любом случае значит оставим поэтому в сторону поговорим может быть снова это идея резаль потом это объяснение обала болотания о причинах сотворения мира но в любом случае единственная возможность нечто сотворить и сотворить себя до оттиск самого себя но не самого себя по нас на самом деле это называется брещит то есть это теория морали он говорит было нечто создано которое является следствием то что называется на иврите а ну ила это первопричина а ну это следствие сотворенный мир это следствие первопричины а люль и он как сказано в таре сотворен по образу подобию просто по очень прийти простой причине что иначе он не может ничего создать и в этом смысле он является как бы оттиском вот этого простого и первоначального он пашут это что он сотворил это тоже неделимое и однозначно и таким образом он разрешил эту проблему того как может 1 простое сотворить что-то сложно нет он говорит ажем сотворил брещит начала была копией творца но поскольку она была копией творца они самим творцом она была недостаточным то есть имея при себе весь потенциал творца момент сотворения но было меньше чем творец скажем как ну не очень хороший пример как сын может нести в себе качество отца но в начальном возрасте он меньше отца естественно он весь отец как бы два такие случаи когда ребенок полностью повторять отца но вместе с тем он не отец отец уже сейчас а профессора сына еще делает в пеленке но у него есть потенциал и когда-то мы знаем если проследим в какой-то момент он будет еще больше чем отец на пока что на метр это как бы это брещит теперь поскольку этот брещит сотворен по образу и подобию но не является следствием они самим творцом он ощущает недостаточность свою по сравнению с прообразом это понятно да то есть в той степени в которой он является его подобием но в результате того что он не сам причина а следствие он меньше чем причина и поэтому у него есть комплекс недостаточности для того чтобы дополнить себя до достаточного у него есть требования и он получает зависимости того что он что у него не хватает он получает и дополняет себя постоянно происходит самосовершенствование сотворенного для того чтобы достигнуть уровня творца это процесс таким образом он говорит что сложность этого мира не является причем как бы выражением его боль большей совершенности а как раз недостаточности потому что как мы знаем ценность она всегда преимущественно перед до плюрализма потому что есть разные стороны которые как бы полностью себя не завершают и постоянно еще что-то требуется поэтому он вывел понятие известные видите мэкабель мэкабель получающий мир называется мэкабель поэтому говорит сложность мира происходит из-за недостаточности мэкабеля а когда этот мэкабель поскольку имеет он имеет и линию прямой линии связи с дающим запрашивает дающий который в себе заключает все он дает ему то что он запрашивает понятно это идея вот таким образом теперь она стоит перед до вопросом а что такое брещит для того чтобы понять брещит барай луким как сказал 70 мудрецов луким сотворил брещит то есть вот это начальная как бы здесь мораль коррелирует всем что сказано в таре значит что же является брещитом который является ядром сотворенного мира и который себя разбивает как бы постоянно посылая запросы и дополняя себя до как бы до максимального уровня творца потому что как мы это говорили окончательная цель творения это слиться снова с творцом то что мы говорим о дону лама шерма на батаре коле в конце мы говорим до харейки хлота коль когда все завершится ли водой млох нора а что он почему он будет один управлять всем что это будет влезать какой-то ядерной катастрофы нет все сотворенное достигнет его уровень и включится в него это великое достижение творца по понятию скажем как это объясняет ну так не совсем болотание великое достижение творца что он способен создать нечто непростое которое способно саморазвиться до высшего уровня и стать подобным мимо слиться с ним окончательно теперь значит что же такое у него брещит ну во первых он говорит есть я как бы и поиск мораль занимается поиском понятия брещит брещит бара что это такое брещит он и счет естественно в еврейских первоисточниках и он находит скажем три основных понятия которое называется решит как ни странно это значит он говорит бикурим первый плод который выделяет после песоха который потом приносит в этом мигдаш называется решит бикурим называется решит кроме того он говорит после этого отделения скажем десятины тоже называется решит и потом отделение халы тоже называется решит вот таким образом устроить на основании этих трех понятий модель мира он говорит а на высшем уровне то скажем так представление вельском представлении мир состоит из трех уровней есть высший духовный уровень есть второй уровень это уровень управления всем и третий последний уровень этого уровень оси я это нашли такая самая в средневековой литературе второй мир называется уровень голголим колеса шестеренки до долгали долгали бы то шестеренки то есть сложный мир шестеренок на самом деле каких-то скажем а причина как эта причина факторных взаимодействий который вызывает задействует на следующем уровне сперва есть в верхний уровень это верхний уровень духовный это уровень цехл разума который начинает творить по это уровень брия на следующем уровне это уровень и тира творения и и 3 уровень на самом деле он самый низший в своем смысле потому что на языке мораль это называется уровень недостаточности и деятельности всякая деятельность связанность недостаточности эти как бы как иллюстрация в мире кредитно-финансовой системы если человек не занимает в долг деньги то не будет развиваться что тогда это верится он должен сделать минус в банке взять кредит для того чтобы создать нечто поэтому этот мир он мир недостаточности но за счет недостаточности возникает импульс развития толчок развития какой-то каждый отдельный момент он может рассматриваться как недостаточный и несовершенный но это единственный способ достижения совершенства в конечном счете так вот значит в этом плане он говорит так очень правильно а хотите сделать список присутствующие они надо так что записывать да так вот значит теперь вернемся к этому примеру решить он говорил на анализирует этот решить значит первый уровень решита это нечто особое бикур бикурим первый плод на он нечто особо не он первый и единственный и тут я вам приведу эту самую как бы мидраж который которым пользуются очень много на основании массы к цены дри рассказывают и вы это наверное знаете рассказывает о том что раб аши ашер избавили один из великих мудрецов и читал урок своим ученикам и о истории еврейского народа и он сказал что на следующем уроке на следующий день мы будем говорить о царях израиля а прежде всего у идолопоклонниках минаше известный царь до из царя потомка царя давида и все компашки хабрая и все компашки презрительно за то что не все были только и мидраж рассказывает что во сне явился минаше по снега перед уроком это малова шару ему говорит а ты называешь нас компашкой компания до презрительно а скажи мне когда ты делаешь а амоции для хаминары да какое место ты надрезаешь в хлебе там вся разлома будет в этом месте говорит ну а где попало не говорит неправильно а а как на самом деле вдруг он заинтересовался чем наши знает больше чем он он говорит в том месте где хлеб первый запекается почему он говорит это место называется решит до или ножом можно ли сразу есть пример но главное место где тоже называется решить там это начало творения этого сака и поскольку он говорит творец начал творения с решита поэтому мы выбираем всегда то что связано с творцом через решит понятно эта идея что не все однозначно есть всегда в каждом деле в каждом вопросе есть начальное и это начальное непосредственно соотносится с ашем я приведу из другой области как бы похожую тему вам известны тоже говори тоже самый мораль по моему в книге теперь это исраэль он говорит а вот откуда скажем мудрецы рассказывают когда корах значит а начал свой бунт он задал муше вопрос а скажи мне он говорит а как бы вот что важнее дом наполненный хайлитом или одна нить хайлита вот и говоришь это самая ваша вера там или как ты нас учишь что вот это нить хайлит это супер важно а я вот говорить не хочу носить хайлита вам у себя в самым одежде а у меня дом наполнен этими нитями хайлит у меня гораздо больше у тебя один а у меня их много да и второй вопрос который ему задал и это можно понять потому что как бы на нас этот метраж спроецирован на основании того что история с корохом начинается сразу после указания этой нити трейлит на основании этого мудрецы построили мидраж до смехут поскольку сразу после того как сказано указанию трейлите сразу рассказывается о бунте кораха поэтому мидраж говорит что это была первая как бы каверзный вопрос первая кушья которую корах как будто бы задал муж и и понятно в этом смысле идея да а что правильнее демократическое массовое руководство и лидера личную руководство вот и вот чего ты лезешь что вот и один как голубая такая нить а вот самая а у меня вот та самая полный дом этих нити к нам он говорит колом к души весь народ святой это его была первая противоречь как бы первый вызов мыши рабы на второй касался мизузы он говорит вот так сказано что надо делать мизузу надо на дверях а говорит а что важнее 1 мизуза которая освобождает как бы и защищает дом а у меня я мизузы не делал у меня весь дом заполненность вид комментарий это еще важнее то же самый подход так вот говорит мораль а интересно откуда мудрецы понятно откуда они написали этот мидраж по поводу тхайлета потому что сразу после рассказывал тхайлете указание тхайлета рассказывается о бунте мара бунте кораха откуда они взяли идею сам из зоне потому что они говорят уловили эту общую идею что мизузы там не написано там как бы в этой предыдущей параши ничего про мизузу не сказано и чего не сказано как это как бы надо писать и про цифер тура ничего не написано просто говорить из-за на основании этого сопоставление тхайлета с массой тхайлета мудрецы уловили мудрецы которые написали этот мидраж они уловили этот принцип что всегда должно быть что-то что выделяется из общей массы и марка корах был не они не 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 согласен а еврейский подход что всегда есть что-то что выделяется из общей массы даже как скажем филин в этом смысле они должны выступать и он говорит так объясняет мораль а ашем он является единственным и ничего подобного нет поэтому он может контактовать начали установить контакт тоже с нечто единственным ничего которым подобного нет поэтому мизуза она выступает из дома какой-то степени она является частью дома но с другой стороны выступает из дома на высота и поэтому это возможный контакт с тем кто является хадуми Юхат. Своего рода антенна принятия. И в этом смысле Тхелет один, он не похож на других, и он тоже особенный, и поэтому можно контактировать с особенным, которым является Ашем. И по этой аналогии, значит, естественно, должен быть, говорить мораль и народ, который может контактировать непосредственно с Ашемом, с тем, чтобы он нес в себе те же самые качества, которые несет Ашем. Единственный и неподражаемый. И единый. Тут есть еще идея единства. Единство как в смысле ардут. Когда мы говорим, что народ принял Тару в состоянии полного единства, это, как говорится, описывается, что это обстоятельство приводится для того, чтобы сказать, что истинное восприятие Тары может быть только если народ является единым монолитом. Потому что Тора является, как мы сказали, единой на самом деле, хотя там есть внутри много деталей, на самом деле она единая, непротиворечивая. И содержит в себе все, и исходит от Ашема, который является единым и непротиворечивым. И поэтому оно может быть воспринято только нечто, которое является единым и неделимым. Поэтому в тот момент, когда поэтому сказано, как вы помните, это представление о том, что получил Тару народа Израиля в состоянии полного единства, сказано, «Венецав Исраэль, метахат лагар, и стал Израиль у подножия горы». И так это говорят, что если мы процедим описание исхода из Египта, все время употребляется понятие «бне Исраэль», сыновья Израиля. И первый раз, когда понятие Израиля используется как единое понятие, как понятие какого-то единства, Израиль, это только под горой. Из этого мудрецы сделали, Раша записал, что получили «кегуф эхад блеф эхад». Это условие получения. Как единое целое с единой душой. Потому что Тарай едино, и поэтому если народ не един, вот это понятие единства, конечно, требует разбирательства, что будет называться единством, единством хотя бы для данного случая. Но как минимум понятие единства является необходимым. И это не единство в смысле братства пролетариата, это гораздо больше единства. И как это мы учим из призыва «Виафтэль и Реха Камоха» сказано, «Возлюби ближнего, как самого себя, христиане на этом кончают». А в Таре написано «Аниашем». 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 И так объясняет это каббалист, наш современный каббалист, учитель Лайтмана, на самом деле не он сам, а возможно и он, Аравашлак. Или он учил Лайтмана, или его сын учил Лайтмана. Лайтман просто как бы скатит, свернулся с катушек немножко, но в целом как бы он знает. он говорит, что это состояние может быть достигнуто, если мы понимаем, что мы все, как самая «Виафтэль и Реха Камоха», мы все являемся производными Аташема. То есть мы не являемся индивидуумами, мы не являемся какой-то частностью. На самом деле мы являемся изначально единством. И то, что мы сейчас каким-то образом представляем частности, это просто как бы проекция этого единства. И в этом смысле мы способны действительно быть едиными. То есть, понятно. То есть, потому что просто так это самое, ну, как бы любить ближнего, скажем, сидят, выпивают и говорят, Вася, ты меня любишь, ты меня уважаешь, это не то. Тоже неплохо, конечно, жалко только, что это за рюмкой водкой достигается. Ну, как бы. А в целом, конечно, это как раз более высокий уровень духовности, понимания того, что мы не являемся индивидуумами в этом смысле. А что мы являемся, а индивидуумами мы являемся только в том, что каждый из нас несет какую-то особенность, необходимую для как бы многообразия и сложности всего, что есть. Но как личность мы принадлежим общему, а не часто. А не являемся сами по себе. Как говорил Раб Цьюда Кук, он говорит, много французов вместе, это французский народ. Или английский. Не знаю, по кому он говорит про француз. Но и английский. А еврейский народ нам говорит, это не много евреев вместе, а это народ, который происходит от Ашема. Как бы единство на основе творения, а не на основе как бы объединения и единства. Единственное, не на основе братства индивидуумов, а единство на основе общего происхождения из единого целого и сохраняющего все эти как бы элементы единства. Насколько я хорошо выражаю эту идею, ну, можно понять, да? И поэтому, значит, продолжая эту идею, он говорит так, значит, когда я говорю о трех уровнях, что такое Решид, да? Решид – это Бикурим. Он говорит, Бикурим в этом смысле это действительно непосредственная связь с Ашемом, потому что когда мы отделяем этот плод, он один, единственный. И как мы сказали про эту халу, которую мы делаем надрез именно в том месте, где она запеклась, потому что это, как говорит мораль, Эль-Хашем. Оно непосредственно, первое, что есть, оно всегда непосредственно связано с Ашемом. Понятная идея. Все, что является решен, он всегда связан с Ашем, который он хадум и ухад. Единственный. Решен в смысле единственный, неподражаемый. Поэтому первая связь идет через Бикурим. Потом он говорит, это уровень Сехеля. Вторая связь, он говорит, происходит от, происходит через выделение Маосера. Когда мы берем из существующего общего, да, и отделяем что-то, Ашему, это, и он говорит, скажем так, на уровне наших праотцев, это будет, скажем, Ицхак, да, как известно, Алла Митсира, это Алла Митсхак. Почему? Потому что он был выделен как жертва Ашему. Так же, как и Маосера, он был выделен как жертва Ашему. И на третьем уровне Хала, он говорит, является смешением всех элементов в одно единое целое. И отделение Ашему от единого целого. Это на уровне Якова Абину, это на уровне Оламбрия. Так что, в этом плане я бы сказал, и здесь он не дописывает или я не нашел его источники, можно сказать, что, а дальше он говорит, да, что так же Брешит называется Тора, называется Решит в Танахе. Правда, источник не всегда он находит в Хумаше, но в Танахе, да, называется Тора, Решит, и Ам-Исраэль у пророка Иеремьяу тоже называется Решит. Поэтому, на этом уровне он говорит, надо решить, что первично, Тора или Ам-Исраэль. Поскольку он говорит, что ясно, что, правда, есть божественная Тора, которая является планом творения, но на уровне творения Тора сотворена для народа Израиля. Сказано, что впервые как бы идея о возникновении от Решити это было как раз народа Израиля. Так как бы при сравнении тех двух важных Решитов народа Израиля занимает преимущественное положение, он и является Решитным, потому что все остальное сотворено для него. это народа Израиля. Это народ Израиль, второй Решит это Тора. И на основании этого возникает теперь у этого Решита, который является в этом смысле как бы потенциальным Решитом, поскольку как бы он объяснил, этот Решит требует дальнейших элементов для развития, для дополнения себя до Ашема. На базе этого появляются другие народы, на базе этого появляются какие-то геофизические обстоятельства. Все это для того, чтобы в какой-то момент дополнить себя до уровня самого Творца. Все эти элементы необходимы, иногда противоречивые в начальной стадии, но постепенно они входят. Да, чтобы хотеть сказать. Я немножко не понимаю. Получается, там единство, там единство, а из чего? Из какой источника от Ашема получается? Да, источник Ашем, значит, скажем так, Ашем сотворил, Решит народа Израиля, потенциальные народы Израиля. И для того, чтобы этот Решит реализовался, у него возникает потребность и запросы к Творцу, да, как я уже сказал, со стороны получателя, Мекабеля. Решит это Мекабель, он в этом смысле как избалованный сын, который все время требует что-то еще и еще, и таким образом мир совершенствуется, дополняется, хотя... Улучшается. Да, улучшается, на самом деле, с одной стороны улучшается, но с другой стороны он меньше, чем начальное. начальное было полным отиском Ашема, хотя и недостаточным. А мир в процессе сотворения, он дополняется многими элементами, но с другой стороны эти элементы являются и противоречащими между собой, и создается как бы состояние как бы, ну, неуравновешенности, взаимной борьбы и прочее, хотя, как бы, как я уже сказал, нужно, необходимо создать дефицит, для того, чтобы был бы, как бы, импульс для развития. В этом плане он говорит, и теперь, скажем, вы меня извините, я не написал полной теории, а здесь, как бы, мы орали, это расписано на многих книгах, это одна из многих томов этой книги на Цех Исрае. А, на самом деле, на Цех Исрае это одна книга, но там есть много составных частей. Так вот, просто пытаюсь вам пересказать, как главное, содержание, которое меня заинтересовало, теперь он говорит так, значит, в плане того, что Решид, да, является Исраэль, а Исраэль имеет в себе понятие Эль, да, да, поэтому он говорит, мир сотворен, как будто бы для Израиля, да, забегая вперед, я скажу так, еще одно его понятие следующее, он говорит, когда был сотворен народа Израиля, только после исхода из Египта, а до этого он был в зародышевом состоянии, да, вот, поэтому, как бы, все, что происходит до этого, скажем, первые две тысячи лет, говоря условно, это все подготовка для появления народа Израиля, да, Исраэль, как таковой, был, он говорит, сказано у пророков, что народ Израиля представлял собой зародыш в теле Египта, который Ашем взял, как говорят, как пастух, когда он должен разродить корову, значит, он должен, уж как настоящий акушер, это вот то, что умеет делать пастух, он берет этого зародыша, извлекает из тела матери, так народ Израиля был извлечен из тела Египта, и тогда он стал народом, до этого он находился в зародышем состоянии, но тем не менее, как решить, который должен себя реализовать, он существовал, как окончательная реализация, это было на уровне исхода из Египта, потому что это было сразу сочлено с получением Тары, но еще до этого, как мы знаем, сотворение народа Израиля было связано с тем, что народ принял власть Ашема. Это получается, как он зародыши был, а потом раскрылся, а потом на горе Синае уже был. Стал народом, как известно, мы говорим, что народ стал народом только на горе Синаиске, потому что получил вторую мы стали народом. Песно Тары, это как бы люди, но это не общность. В любом случае, теперь он говорит следующее, поскольку в порядке дискуссии с христианами, которые говорят, что сейчас есть новый Израиль, он говорит, это может быть, можно себе представить, что Ашем не улетворен существующим народом Израиля, и поэтому создал новый Израиль. Но поскольку этот мир сотворен для этого Израиля, то создание нового Израиля должно повлечь в разрушение этого мира и создание чего-то другого. А поскольку, он говорит, этого не происходит пока, что остается тот же самый мир, то ведь поэтому предъява, как говорят христиан, она не обоснована. Мир сотворен для Ришита. Ришит – это Израиль. Нету другого, именно этот Израиль. Если мир может быть сотворен, как мы знаем, есть Миндраши, которые говорят, что мир был сотворен до этого шесть раз, и поскольку он не достигался нужного задачи, он был разрушен. Может быть, и этот мир тоже будет разрушен, и будет сотворен какой-то. Ну, безусловно, даже если он будет разрушен, потому что он не достиг желаемой цели, то не обязательно это будут самые попы с иконами и там со всем чем. Будет какой-то другой, может быть, новый Израиль, потому что здесь я как бы утрирую в какой-то степени для того, чтобы подчеркнуть, что Израиль – это идея, а как бы то, что существует сейчас, это какая-то материализация этой идеи. Она может быть несовершенной, поскольку, как мы видим, с самого момента творения материя вступает в противоречие с Творцом. Она не всегда выполняет как бы Хашем дает возможность какого-то свободы выбора и действия с самого начала. Поэтому и сейчас мы наблюдаем, что действительно сотворенный Израиль, он в какой-то степени, ну, можно об этом всплыть, в какой степени он соответствует и действует в рамках поставленной задачи, а в какой степени он не соответствует. когда мы смотрим на современное государство Израиль, то мы говорим, что это не совсем то, что, наверное, Хашем хотел от нас. Весь вопрос, как бы, можем ли рассматривать это как какой-то определенный процесс развития, и, безусловно, найдутся многие мудрецы, которые скажут, это запланированный и обязательный процесс развития, и можно сказать, что, как бы, есть какая-то самая материалистическая идея, идея материализма, в реале, это Карла Маркса, что следующая ступень отрицает предыдущую ступень. Всегда новая возникает на основании отрицания предыдущего. Как известно, это фраза единства и борьба в противоположности. Все самое. Поэтому это, как бы, говорить об этом можно бесконечно, соответствует ли современный Израиль, то, что существует у нас в этом государстве, действительно, идея творения Ашема обрещает, но, как бы, может быть, действительно, Ашем скажет, и эксперимент не получился, создадим новый Израиль. Но я говорю снова, безусловно, это не будет попы с иконами, это будет то же самое Израиль, но более там какие-то элементы, как мы говорим, когда Ашем убедился, что мир по принципу жестких законов Элуким, он трещит по швам, он добавил элемент гибкости, эластичности, ютки и бавки. Хотя, на самом деле, в конечном счете, он планирует, что мы перерастем это состояние, как бы, снисхождения, когда мы будем способны, действительно, существовать по закону Элуким, по строгим законам, как и всякое существующее, на самом деле, не может действовать по принципу может быть, может быть, да, может быть, нет. Должно быть строгое выполнение, на самом деле, невозможно строгое, как бы, строгое выполнение, как бы, целей творения. В данном моменте у нас есть люфт, знаете, есть, как бы, при самовождении, не знаю, когда я учил автодела в школе средней, то мы говорили, что руль, он немножко, как бы, не очень четко сидит на своей оси, у него есть какой-то люфт, да, при движении, нет? Выходит, Саша, не знаю. Сверх, но все нет такого. Нет такого, да, но вот такая идея, что есть какая-то степень свободы, да, вот не точно, но это очень опасно на самом деле, надо держать руль очень сильно, особенно если это тяжелые автомашины, да, а эта тяжесть автомашины, как мы знаем, она иногда, те, кто могут водить тяжелые автомашины, должны быть сильными людьми, чтобы они, иначе руль начнет вращаться по, как бы, под влиянием массы автомашины, а не под, да, по воле водителя. Вот там же гидроусилитель, сейчас гидроусилительные роли. Да. Весельнобойщики вот такие вот ребята, худенькие, маленькие, сидят там, а машина гигантская. Да, может быть. Нет, раньше, конечно, 10 лет, но сейчас, в любом случае, с силой своих рук, ну вот, как бы, может быть, это в какой-то степени иллюстрация той доводки, которая постоянно существует в этом мире. Потому что в какой-то момент материя угрожает духу, да, потому что она начинает диктаивать свои законы, и у духа нет, нет возможности, как я уже говорил на прошлом уроке, столкновение Хевеля, духа, с Каином, с материей, материя побеждает, вот, это нежелательно, да, это должно быть какой-то симбиоз, какое-то взаимодействие с приоритетом духа, да, но должно быть симбиоз. Вот сейчас вы говорите, уже о самом случае, в этой самой гидравлике в автомашине эту проблему решила, но, как мы знаем, в жизни это не особенно еще по-прежнему решило. Скорее, если вот колесо проходишь, надо поменять, а нету техпомощи, там, да, там это колесо, в общем, это в дизине, потому что оно тяжелое, много физического труда, ну да, 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 почему женщины за рулем ездят на машинах, потому что это легко, путить руль легко, электроусилительные. Да, ну они работают на больших автомашинах, на трейлерах, и ездят уже женщины. Уже есть. Мало, но ездят. Такие, наверное, самые женщины, как говорят, бобец. Римонизированные. Она же когда-нибудь еще раз. Как у нас, это в Израиле, знаете, есть борьба за то, чтобы женщину служили в армии. Вот приходит такое, были в Советском Союзе женщины, как их называли, мотометатели или они метатели дисков, сестры. Ядро, ядро, да. Потом оказалось, что они гемафродиты. Но они сильные женщины. Да, оказывалось, что они не женщины, просто гемафродиты это самое соединение мужчин и женщин. Много мужских. Да. Потом я говорю, приходит какая-то женщина, там, джуровый все. Вот видите, я доказал, что женщины могут, но большинство женщин не такие. Но это вот, это, это, африканская, как мужик, ее все проявили. Но это, сами все-таки, что она не как бы женщина, мужских гормонов. Мужик мужиков. А недавно сюжет по израильскому телевидению я видел. в интернете, на Тебе, 12 канала, там, сюжет про женщину, командира, командира армейского. Да. Она худенькая такая, худенькая-худенькая. Но она мужеподобная такая. Мужеподобная. Знаешь, сколько таких? Это ужас. Да. Мужик ужас. Да. Самое страшное, да. Не желая никому помочь, жены. Да, сначала такая. А у нее спрашивают, вы хотите, там, к семью быть, к славу, что она здесь такая. Да, кому это нужно, да. Это, это вот, это самая бегунья. Да. Я, самое, рад, что мы сбились с нескольких свежих идей, это, как бы, чтобы мысль за мысль, ум за мысль не захотел. Но в целом, как бы, чтобы подытожить это, вернемся к идее о том, как, рабью, то, что я вам сказал на прошлом роке, это был рабью Далеви, он проследил эволюцию от Адама Ришона, да, и на самом деле, это даже не эволюция, а какой-то, связь, последовательность от Адама Ришона, да, к Ноаху, от Ноаха к Шему, от Шема Эбер, Эбер Абраам, Абраам Ицхак Яков, да, показал, что на самом деле, потомки Якова являются прямыми потомками Адама Ришона, и исключительность этой связи заключается в том, что Адам Ришон был не сотворен непосредственно с Ашемом, и теперь вы увидите, как это коррелирует с представлением Ришида в теории Моарана, да, можно сказать, что это да, Адам в этом смысле, да, был Ришид. Мир существующий был сотворен для Адама, и, как правило, тут есть два заключающих подхода. Адам был сотворен последним, и поэтому, как бы, ну, это на уровне, как бы, какой-то тривиального подхода. Все, что сотворено последним, значит, все остальное сотворено ради него. Народ Израиля был сотворен последним, в этом смысле, скажем, на уровне древнего мира, когда был сотворен народ Израиля при исходе из Египта, все остальные древние народы уже существовали. Ассирия, скажем, там, Урарту, Египет и прочее существовали. Народ Израиля был сотворен в этом смысле, явился как народ последним. Он самый молодой народ из древних народов, потому что все существующие народы сейчас можно рассматривать как продолжительных их, уже давно существующих народов. Народ Израиля был сотворен последним, и поэтому он является, как бы, с другой стороны, если подходить, как высшее, как бы, все остальное существует для него. Он, получается, как бы, закрывает уже другие народы, Да, он закрывает последовательность творения народа. Потом мы как видим по истории, что эти народы потом исчезли. Да, они все время сливаются с другими народами, перемешиваются все существующие народы. Они на самом деле являются продолжательным каких-то ранее существующих народов. Как, например, немцы утверждали, что они происходят от племени Арьев. И это вполне возможно, потому что, как известно, эти арии пришли из района иранских надгорий, как и все остальные германские племена. Так что в этом ничего особенного нет и не может быть доказательством какого-то их превосходства. А вот если бы они показали, что они произошли из района Средиземноморья, то это было бы действительно претензией на какой-то примат. Потому что показано при всех исследованиях, что, скажем, современный тип человека зародился в раскопке. Последние, как бы, это петликантропы, они появляются на... Нет, 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 нет. Неандертальцы, возможно, да. Появляются на... Неандертальцы. Кроманьонцы. Да, кроманьонцы. Да, хотя и найдены во Франции, в Кроманьоне, но, как бы, черепа, их раскопаны первые, как бы, первые человекообразные творения, они найдены в Среднем Востоке. На Среднем Востоке, да, и так далее и подобное. Ну, это так, это, как бы, для того, чтобы показать, что все, как бы, существующие народы проявляются конгломератом каких-то ранее существующих народов. Как, например, я сидел с одним армянином, он утверждал мне, армянский националист, он утверждал, что они и есть настоящие арийцы. Как он доказывает, он говорит, мы друг друга называем ара. И потом он показал мне открытки из Еревана, да, открытки в Ереване, он говорит, смотри, на всех домах или оградах есть изображение свастики, потому что свастика, на самом деле, это изображение солнца с переномленными лучами, и поэтому поклонялись, и вот, поэтому он говорит, у нас это, как бы, интегральная часть нашей культуры, там немцы, они придумали для себя свастику, а мы, как бы, с этим живем, мы настоящие арийцы. А я думаю, слышу, что немцы, как бы, перевернули вот эти вот в обратную сторону. А можно быть в этом был их, да. Типа из по салону, да, там, по солнцу, да, они перевернули. Да, но на самом деле изображение свастики – это солнце с переломлением солнечных лучей в нашем мире. То есть, на самом деле, солнце поклонники. Завершим сегодняшний наш тяжелый урок для меня, сложный, много о чем сложном говорил, тем, что, таким образом, с двух сторон, по представлению, как я говорю, об Иудали Ви, и это наиболее принятое представление, поскольку это уже записано в Гемаре, на основании слов Ехескеля, пророка Ехескеля, который говорит «Вы, стадо мое, Адам Атем, вы человек», в трактате Евамот сказано «Народ Израиля называется Адам». Адам Атем, и когда сказано «Адам Атем», это значит «Вы, Адам», и Гемара делает вывод, а и никто, кроме вас, не называется Адам. Поэтому Рабью Дали Ви на основании Атамуда говорит, что род Израиля является Адамом, а Адам называется «Бен Элуким», сотворенный непосредственно Ашемом, а все остальное называется «Бне Адам». Сыны человеческие. Есть среди тех сынов человеческих сыны Божьи. С другой стороны, как я показал по подходу Маалаля, Ашем всегда сотворяет нечто, как связывающее звено между собой и остальным существующим. Как я уже сказал на примере Мезузы, на примере Тхелета, всегда должно быть что-то у нас, отдельное и единое, которое соответствует его параметрам отдельного и единого, и на этой основе он может с нами контактировать. И в этом смысле тоже народ Израиля, поскольку сказано в пророке Иешаяу, кажется, «Уми кямаха Исраэль го ехат баарец». Это мы учили, кстати, в трактате Брахот. «Кто подобен народу моему, народу единственному и единому в мире». Как там Масейхед Брахот говорит, «У нас написано в наших тфелин, шма Исраэль, ашема лукена, ашема хат». А что написано в тфелину Ашема? Вот такой странный вопрос. И они говорят, написано «ми кямаха Исраэль го ехат баарец». То есть как раз как бы эта идея того, что связь между высшим и этим сотворенным происходит через нечто особое и выделенное, то есть через народы Исраэля. И как идея вторая, которую предложила Мораль, это сама идея творения и невозможности творения от простого и единого, ничего сложного. И поэтому, естественно, что первым, что было сотворено, или то, что было сотворено, должно было являться тоже единым и несостоящим из сложных частей. Это называется решит. А усложняется это решит, и в этом смысле он не усовершенствуется в какой-то степени. Потому что усложнение, это означает как бы в какой-то степени создание очень противоречивых элементов внутри нас. И в большой степени это недостаточность наша. То есть одно дело быть совершенным, цельным и единым, а другое дело, когда мы затребуем, как решит, затребуем какие-то дополнительные элементы, это сложно. Со стороны, может быть, окажется красиво, но на самом деле это слишком сложно. И поэтому, когда говорят, есть вера и единство, есть вера плюралистическая. Плюрализм, это говорит, что на самом деле все правильно, и все можно. Но когда мы говорим, это на самом деле никакого развития, потому что нет никакой цели. Все можно. Это стагнация. Развитие только тогда, когда есть одна цель, как говорит Нечаев, которую придумали. Спасибо за внимание. Извините. Самое это то, что я мог сказать. Вещь сложная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!